Тревожные сообщения в последние дни приходят с юго-востока Украины. Там участились обстрелы. В буферной зоне все больше украинских военных. А техника, которую они должны были давно отвезти по Минским соглашениям, так и осталась на своих местах. Свидетельство в материале Ивана Прозорова. Линия соприкосновения 300 метров до блокпоста украинских силовиков. В последние дни они активизировались, рассказывают ополченцы. Обстрелы начались по всей линии фронта. Из крупных минометов, из танчиков никуда они не отошли. В ДНР уверяют, украинские войска стягивают технику за доказательствами. Беспилотник с видеокамерой вылетает в Марьинку. Районный центр с юго-запада примыкает к Донецку. Контролируется украинской стороной. По минским договоренностям здесь не должно быть тяжелой техники. Но на видео попадают установки, которые даже не замаскированы. Элеватор. Это установки САУ. Самоходная артиллерийская установка. 152 миллиметра. По минским договоренностям они должны были быть отведены до 30 километров. На данный момент они стоят в 5 километрах от Донецка. Дрон с камерой полчаса кружит над Марьинкой. И фиксирует все больше нарушений. Техника на территории предприятий, на улицах, в лесополосе. Отвести от линии соприкосновения по минским договоренностям стороны должны были артиллерию калибром свыше 100 миллиметров, реактивной системы залпового огня. В сентябре согласованы более строгие меры. Также артиллерию до 100 миллиметров, танки, минометы. Ополченцы при этом не раз демонстрировали отвод вооружения и призывали к тому же украинскую сторону. И вот результат воздушной разведки. Обнаружили технику. И по всему, считай, линии, где у нас идет линия соприкосновения. Стягивание техники и участившиеся в последние дни обстрела. Об этом говорят даже мирные жители. По их словам, режим тишины такой, что заснуть невозможно. Да, ну какое перемирие, ребята, о чем вы говорите? Считай, что каждый день. Вчера стреляли, стреляли, начинался матч ПСЖ «Шахтер». Стреляли, потом первый тайм, правда, не стреляли. Начался перерыв и начали опять стрелять. В руководстве ДНР происходящее называют пассивным наступлением. По сообщениям Донецкого Минобороны, Киев занял 7 населенных пунктов в так называемой серой буферной зоне. Украинских военных стало в разы больше, подтвердил житель Жованки Егор. Там сейчас на улице у нас сидят украинская армия. На моей улице сейчас тоже поселились они там в домах, где люди выехали. Причем украинская сторона усиление позиций демонстративно не скрывает даже от наблюдателей миссии ОБСЕ, посетивших Павлополь, который раньше был в буферной зоне. Мы увидели в поселке увеличение количества представителей вооруженных сил Украины. И они обеспечили нам доступ во все зоны, в которые мы хотели попасть. В офис мониторинговой миссии направлено письмо с предупреждением. Провокации украинских силовиков могут разжечь едва затихший конфликт. Чем закончились летние обстрелы, своими глазами увидели наблюдатели в Горловке. Я понимаю, что случилось с вашей школой в конце августа. И я впечатлен, как быстро город смог восстановить вашу школу. Я прошу вас обращаться ко мне и моим коллегам по любым вопросам. Мои коллеги будут рады помочь. Кроме желания помочь, наблюдатели ОБСЕ пока не предприняли конкретных мер к снижению напряженности. Разве что заявили, что в самых горячих точках на линии соприкосновения намерены установить веб-камеры. Иван Прозоров, Рушан Умяров, Анна Заякина, Первый канал.